Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Мы продолжаем изучать Тору. И находимся мы уже в недельной главе, которая называется «Ки того, когда придешь». Всем хорошей недели! Стартанули мы неделю 22 августа и двигаемся мы очень активно к Рошашина, к Дню Суда. Скоро весь мир пройдет перед Всевышним, и каждому Всевышний выделит на будущий год уровень игры. Знаете, оценка по уровню игроков, и каждому он даст следующий уровень игры, в зависимости от его, как вы прошли следующий уровень, и какие у вас запросы. То есть тут есть еще очень интересная вещь, какой у кого запрос, потому что это в первую очередь влияет. И значит у каждого есть свой запрос, и вот какой же запрос будет у каждого? Вот это очень важно, да? Сейчас как раз месяц выяснения, а что ты в жизни хочешь вообще? Что для тебя важно? Какой ты хочешь? Зачем ты живешь-то? И вот значит Всевышний, через нам осталось всего 16 дней, он проведет каждого. Написано как в древности, да? Каждому был понятен, Яков Шатадиншилам, каждому был понятен пример в древности, что как овцы пройдут, как овцы выходили из загона, и вот делали загон овец, и одна такая калиточка. И каждая овца выходила, и смотрел на нее этот хозяин этой овцы, да? Смотрел, думает, так, эту овцу, значит, туда, а эту овцу туда. Эту овцу на шерсть, эту на мясо, эту на... Дальше пускай живет, а эту вот овцу я поставлю, значит, на выставку. Пусть я пошлю на выставку, да? Пускай она на выставке, эта овца, всем покажет, как у меня овцы хорошо живут, как у меня овцы хорошие. Это на размножение, это там туда-сюда. Так же Всевышний, к каждому из нас, хотим мы этого или не хотим, но мы живем в этом мире, и тело человека, оно, в принципе, от овец особо не отличается, да? Только мы научились овец поедать, знаете, очень интересно. Люди, они выращивают вот этих всех животных, и их убивают, поедают. Раньше они за ними бегали, люди, но не всегда поймаешь. Так, посмотреть, животное сильнее человека, но человек умнее. И люди взяли этих животных, заперли, и, значит, потом с них и шерсть стригут, и еду съедают, и все, да? Хорошо. Но все это зачем? Почему так происходит? Потому что человек же, у человека есть высшая душа, и человек должен все это поднимать, одухотворять. Он весь этот мир поднимает на следующий уровень, служение Всевышнему. Дальше, дальше мы находимся в недельной главе, как раз об этом. Называется она Китаво. Китаво, это глава, которая как раз идет после предыдущей главы, когда выйдешь ты на войну, на своих врагов, и, значит, ты победишь свой Ецарара. Дальше, что дальше будет? И будет, начинается глава, и будет, когда придешь ты в землю, которую Бог Всесильный твой дал тебе в наследство, и унаследуешь ее, и осядешь на ней. Видите, здесь идет очень такой алгоритм, который в жизни Всевышний включил для всех важных достижений, да? Какие? Значит, дал тебе, казалось бы, дал тебе все в наследство, даже за заслуги отцов, но нет. Ты должен ее сам еще принять наследство и осесть с ней. То есть, все, что в этом мире у человека есть, оно, если приходит ему легко, то тогда он потом за это расплачивается, нет в этом благословения. Если это приходит ему с трудом, как в Талмуде говорится, игата вемацата таамин. Трудился и нашел, вери. Не трудился и нашел, не вери. Трудился и нашел, и не нашел, тоже не вери. То есть, если человек трудится, то он обязательно найдет. А если он не трудился, то тогда, значит, оно нет в этом благословения. Вот. И когда ты придешь, говорит Всевышний, поселишься в земле, тогда он говорит, возьми, в элакактами решит, коль приадама. И возьмешь ты от первинок, первинок, первые плоды, плоды земли, которые, и так далее. То есть, я сейчас не буду рассказывать подробно, все это можно прочитать. Все это можно прочитать. Секундочку, я, может быть, даже вам сейчас дам ссылочку. В общем, на урок, а вот внизу есть ссылочка уже, да, есть внизу ссылочка. Можно прочитать, можно скачать, можно и так далее. Я хочу вам сейчас рассказать главные идеи, которые я сегодня изучив. Вот это, значит, главные идеи, которые я получил, изучив вот это. Значит, первую идею, которую я получил, когда приходят в землю Израиля, пришли бы на Исраиль в землю Израиля. И сказал Всевышний, сказал Всевышний так. Значит, возьми от первых плодов, которые урожая. Семь главных плодов земли Израиля. Инжир, там, и так далее. Возьми вот самые красивые первые плоды, внимательно. И, значит, потом принеси их в храм. И когда ты принесешь их в храм, тогда скажи определенный текст. И здесь есть как раз текст, который нужно сказать. И суть этого текста идет в воспоминании тех тяжелых-тяжелых времен, откуда все началось. Когда Яакова хотел вообще убить Лаван, он убежал только от Исава, брат его хотел убить. Потом он прибежал к дяде своему, дядя его хотел убить. Его обманули. Потом он от дяди убежал с четырьмя женами, с детьми. Дядя с сыновьями за ним погнался, чтобы убить. И только Всевышний, а ему, значит, во сне пришел к этому дяде, к Лавану. Ему говорит, Яакова не трогать, вообще не трогать, потому что, ну, ты знаешь, что будет. В общем, Лаван говорит, если бы Бог мне не сказал, я бы тебя убил. Теперь, значит, когда ты приносишь первые плоды в храм, уже прошло с тех пор несколько тысяч лет. Текст, который Всевышний установил в следующем, что вот когда-то было так. Потом 70 душ спустились в Египет. Спустились в Египет 70 душ, от чего спустились? От голода, был дитий голод. Потом в Египте египтяне забрали в рабство и уничтожали, угнетали. Было плохо так, что просто капец. И, значит, праотцы, они молились в Египте в этом рабстве, просили Всевышнего спаси, спаси, спаси. И, значит, с помощью чудес и так далее вывел ты и дал Тору. И вот теперь я, значит, живу в Израиле, у меня все хорошо, и я помню об этом. Я все-все-все помню, и первые плоды, которые у меня есть, я приношу в храм. Вот смысл вот этого вот приношения. Это как Курбан это жертва, Бекурим это одна из таких очень важных жертв. И Коин, священник, брал эту корзиночку, поднимал и так далее. То есть идея такая, что когда у человека есть что-то хорошее, то нужно понять, что это хорошее, оно не просто так пришло. Что для того, чтобы это хорошее пришло, в этом мире же все честно. Все в этом мире очень системно и организовано. И если ты что-то получаешь, то ты, ну, должно же быть честно. Не может быть такого, чтобы, даже есть, знаете, как спрашивают, вот написано там в Торе, что когда придет момент, когда этот этап мира закончится, то еврейский народ, это же народ священников, придут народы, скажут, а что, где справедливость? Всевышний скажет, пожалуйста, вы можете пройти такой же путь. Хотите быть рабами, хотите, чтобы вас уничтожали, хотите пройти катастрофу? Welcome. Никто не хочет, никто не хочет платить цену. Все хотят быть успешными, богатыми, здоровыми, но никто не хочет трудиться, никто не хочет тренироваться, никто не хочет ограничивать себя. Все хотят получить, но за это не заплатить. Теперь, значит, бекурим нас приучают, что когда ты получаешь что-то, ты должен, первое, быть благодарным за то, что ты это получил. Причем эта благодарность должна быть Всевышнему прямо, ну вот, очень ярко выраженная. Второе. Там написано, что ты потом должен есть, я тебе курим, и ты должен поделиться с тем, что Всевышний тебе дал, с кем, с пришельцем, с левитом и с бедным. Значит, вдовы, сироты и так далее. То есть, в каждом добре, которое человеку приходит, есть уже заложена доля вот этих обездоленных. Да, как все вот в языке тоже оно отражено. Есть люди обездоленные, и есть у каждого, кому Всевышний дал, есть доля, которая им принадлежит, этим обездоленным. И получается, что если эта пропорция сохраняется, тогда мир действует, есть шалом. У этого избыток, у этого недостаток, на тебе, пожалуйста. Если эта пропорция не сохраняется, тогда у этого избыток, он не отдает. У этого недостаток, он хочет забрать избыток. Так, начинаются конфликты, начинаются войны, начинаются конфликты. Теперь это то, что вот понятно из первого отрывка недельной главы. То, что мне стало понятно, что вот такая идет благодарность с воспоминанием, за что это пришло. Теперь дальше. Дальше идет псалмы. Псалом 72, для меня это было сегодня очень большим открытием. Я как-то никогда не обращал на это внимание глубоко. Но, что 72-й псалом, это был последний псалом, который написал царь Давид. И он прямо заканчивается, 72-й псалом, он заканчивается тем, закончены молитвы Давида сына Ишая. И, то есть, 150 псалмов всего есть, они распределены не по порядку. То есть, дальше была книга собрана не в том порядке, в котором они были написаны. Но вот 72-й псалом, это закончены молитвы Давида сына Ишая. И о чем он молился, о чем была последняя его молитва? Последняя его молитва была о Всевышнему. Он молился за своего сына, за царя Шломо, за Шлома Меллаха. Чтобы царь Шломо, он был праведным царем. И в чем была главная праведность царя? Вы знаете, вот удивительно, вы прочтите, пожалуйста, этот псалом. Есть ссылочка внизу, можно прочитать его. Но главная его молитва была, что царь Шломо получит все благословения от Всевышнего, за что поклонятся ему все цари и все народы будут служить ему. За что? Смотрите, очень интересная, удивительная вещь. «Ибо он избавит нищего, который вопиет, угнетенного, у которого нет помощника. Пожалеет он убогого и нищего, души нищих спасать будет. А от коварства и насилия избавит души их, кровь их будет драгоценно в глазах его. Он будет благодетствовать». То есть, что получается? Всевышний даст ему все. Ему поклонятся царь Шломо, ему поклонились все народы, он был самый мудрый и так далее. Но за все же нужно платить. Где эта плата, которую он делал? Понятное дело, что в такой ситуации меньше всего волнует такого царя, который получает почет, славу, деньги. Но меньше всего его должны, по идее, если смотреть по простому, да, такому пониманию, его меньше всего должны волновать страдания каких-то непонятных бедных людей, которые непонятно, где они живут. Там обычно было принято, например, в царской России, да, что делали с бедными людьми. Крепостные. До 1861 года в России было крепостное право. То есть, люди бедные, они были рабами, можно сказать, да, крепостными. И это считалось абсолютно нормально. В 1825 году, я еще из школы помню, было восстание декабристов, которые офицеры такие были, они, ну, интеллектуалы такие. И они говорят, ну, что такое, почему уже, даже уже в Америке отсталые освободили негров, да, то есть, ну, там были черные, и ими владели белые. А тут белые владеют белыми. Ну, как-то несправедливо. Почему так происходит, что народ, его можно покупать, продавать, бить, и они вообще бесправные. Что это такое? Восстали они. И что с ними сделали? Кого расстреляли? Кого сослали? Кого это самое? Говорят, это радикально новая идея. То есть, как это так, освободить вообще крепостных? Это что это вообще сказали им царь и его там приближенные? Это они сказали, это неправильно. Теперь царь Давид, это было, он жил 3000 лет назад, 2800 лет назад. Он молился, чтобы царь Шломо, его сын, ни в коем случае не забыл про бедных, про людей. И чтобы он судил, главное, он говорил для царя Шломо, чтобы был праведный суд. Праведный суд, он ему говорил так, что только в заслугу он будет вершить правосудие бедных народа, будет спасать сынов нищего, а притеснителя не зложит. И тогда будут благоговеть перед тобой, доколе будут пребывать солнце и луна, в роды родов и так далее, и так далее. То есть получается, значит, получается, что царь Давид, ну опять же я сегодня, вот главная для меня сегодня, главная идея, которая все это объединяет, это идея того, что вот эта суровость жизни, которая безусловно есть, суровость жизни, вот эта сторона, которая существует, мы видим вокруг этот мир, он построен на войне между двумя противоположностями. То есть душа и тело, там народы и народы, мужчины и женщины, преступники с правосудием, там и так далее. То есть идет постоянная война противоположностей. Даже у человека внутри идет постоянная война противоположностей. И вот эта война противоположностей, если человек, он не понимает, что он в жизни, как в Торе сказано, что Адам ле Амаль Юлат, что человек рожден для труда. И вначале Бог создал человека, чтобы давать ему просто безграничное добро. Всевышний это безграничное добро и любовь. И он прям бах, создал это все. Потом, когда человек, он опустился на ступень от Всевышнего и отошел подальше, тогда Всевышний сделал вот эту вот систему, в которой ты должен этот свет заработать. То есть ты должен получить без... Как бы система работает так, что ты можешь получить безграничное добро, вечную жизнь, любовь и так далее, но ты должен за нее заплатить. То есть вот такая система, так она работает. Значит, и вся Тора это система борьбы со своим злым началом. Для того, чтобы в победе, вот в этой войне над этим злым началом выиграть, выиграть, да, надо победить прежде всего в себе зло. И тогда ты получаешь вечное добро. В момент, когда ты получаешь добро, большинство людей, что в этот момент делают? Они начинают расслабляться. Они говорят, так, кстати, исчезли все древние цивилизации. Когда они получали только добро, древний Рим, древняя Греция, как только они получали богатство, деньги, победу, они тут же говорили, кто это сделал, я это сделал. Я это сделал, все, они расслаблялись, тут же, бах, нету их. Теперь с северистским народом, как получалось, та же самая история. Машер Абейну перед смертью сказал, вот зайдете вы в землю Израиля, и когда все у вас будет хорошо, и забудете вы Всевышнего. И вот мы все время и учим, то есть не забывай Всевышнего. Если тебе хорошо, благодари Всевышнего, и где ты побеждаешь свое злое начало, ты продолжаешь работать, ты помогаешь бедным, обездоленным, и ты всегда понимаешь, что все с неба. Что вот посмотри вокруг, у меня есть там много знакомых, которые были очень богатые, и они или умерли, или потеряли деньги, или какие-то у них другие проблемы и так далее. За все нужно платить. То есть когда мы видим какую-то, у человека такая, знаете, вот ему поперло, всегда надо знать. Или он приложил к этому олимпийские чемпионы сейчас, да. Вот они, олимпийские чемпионы. Я из профессионального спорта. Боль, кровь, пот, самоограничения в итоге дают олимпийский чемпион. Теперь, после этого, если спортсмен, он, например, у меня есть одна знакомая, мы с ней вместе тренировались, она была призер олимпийских игр. И что, чем она за это заплатила? Проблемы со здоровьем. Но она после этого, она все годы после спорта, она работала, помогала другим спортсменам, там очень сильно она как бы помогала людям, да. В итоге жизнь у нее тяжелая, но жива. А другая, например, Флоренс Гриффит Джонер, в 88-м году олимпийская чемпионка, рекордсменка мира в беде на 100 метров. Вообще, до сих пор мировой рекорд. Еще она была модель, там она такая была, супер-мега-прекрасная. 40 лет ушла из этого мира, даже до 40 она не дожила, потому что за все ты или платишь тяжелым трудом большую цену, или расплачиваешься потом. Хорошо. Теперь дальше, дальше. И последнее, что мы сегодня учим, Хитос, это Хумаш, пятикнижие, мы чуть-чуть проучили про Бекурим, Тейлим и Тания. Тания, это книга, которая раскрывает нам внутреннюю часть Торы, это такая прямо глубинная часть Торы. И говорит нам книга Тани, что у Всевышнего, у Всевышнего есть выражение безграничное, вот этот хесет, безграничное добро, безграничное милосердие, которое он просто Всевышний, это у него же нет ограничений. И он все мироздание, это существует за счет добра Всевышнего. То есть он просто, представьте себе, вот такая махина, вся Вселенная, она кружится на его энергии. То есть он дающий. Всевышний, это источник энергии для всего мироздания. Он дает, если мы вернемся в мир людей, где Всевышний проявляется в нас с вами, то есть здесь такие люди, которые вообще вот смотришь, думаешь, ну почему Всевышнему дает жизнь? Ну вообще, какое-то там чикатило, какие-то там вообще, ну страхи и ужасы, да? Но Всевышний, он дающий, это его главное качество, он дает. Теперь, но Всевышний же, он же и суровый, справедливый судья. То есть все в этом мире действует по ограничениям. Есть система ограничений, и есть вот эта система дающая, есть система ограничивающая во всем. Все. Теперь точно так же люди делятся в основном на две категории. Есть люди, которые живут в рамках ограничений, такие педанты, люди, которые судят всех, которые такие себя судят, они такие сжатые, да? Такие прям сжатые. Вот все должно быть по правилам, такие прям они сжатые. А есть люди, которые разжатые, у них больше развита вот эта сторона милосердия, которые давают, там, оптимисты, если возьмем вот привычные деления, оптимисты и пессимисты. Оптимисты это те, которые, в них больше проявлено вот это вот давание. Пессимисты это те, в которых больше проявлено ограничение. Оптимисты, которые видят больше, что вот будет все хорошо, а пессимисты, они видят, будет все плохо. И то, и то будет, и хорошо будет, и плохо будет, и так далее. Теперь говорит нам книга Таня, что человек внутри может подняться на ступень, когда он поднимается на ступень близости к Всевышнему, то он, опять же, если я правильно понял, то даже те, которые пессимисты, когда они поднимаются на ступень близости ко Всевышнему, то у них тоже начинает проявляться вот это безграничное добро. То есть, вот Дамир, партнер, он хочет изучать книгу заповедей. Смотрите, мы пока приостановили изучение книги заповедей, потому что мы сейчас начали учить другой цикл уроков Хитас, но я вам пошлю ссылочку. Есть ссылка на эту книгу заповедей, очень просто будет их изучить. Там есть прямо очень удобная ссылка в электронном виде, прям по номерам они идут, коротко, понятно. Мы не будем больше пока изучать книгу заповедей, мы изучаем хумаж, откуда взяты все эти заповеди. Пятикнижие. Так вот я остановлюсь сейчас, как я понял книгу Тани. То есть, человек, который проявляет в жизни суровость и ограничения, если он, это его выбор, как бы, да, то есть, это выбор. А Всевышний с каждым из нас действует мера за меру. То есть, та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Если человек выбирает, это его выбор. То есть, быть пессимистом или быть оптимистом, это выбор. Это не реалист, да. Это действительно люди все время, когда смотрят на будущее или оценивают друг друга или оценивают мир, это свобода выбора. То есть, это свобода выбора интерпретации. Тем более, про будущее никто не знает. Так вот, в зависимости от выбора, который человек делает, он больше педант или он больше такой дающий человек милосердия, то Всевышний с каждым из нас действует, исходя из той системы выбора, которую мы делаем. То есть, те люди, которые оптимисты, значит, у них больше поводов для радости, у них полно поводов для радости. Спросите любого оптимиста, он все время радуется. Пессимисты, они выбрали такой метод взаимоотношений с реальностью, у них очень много поводов для пессимизма. Теперь, но и оптимист, и пессимист, поднимаясь на ступень высокую, может пробудить в себе милосердие. Как это сделать, а это мы учили в предыдущем отрывке, когда ты помогаешь ближнему в сверхмеры, да, то ты включаешь вот это вот, вот это качество, когда ты видишь своими глазами, вот смотри, я и не хочу ему давать, а я все равно даю, я не хочу ему оказывать добро, он не прав, но я все равно ему окажу добро. И в этот момент, когда ты видишь, что так мир работает, что ты вот, ты видишь, вот оно, вот же оно работает, вот доказательство, я ему сейчас делаю добро не за что, я ему делаю добро в ответ на его неадекватное поведение, я отдаю, помогаю, я становлюсь источником вот этого добра для других, и в этот момент ты вдруг поняла, вот же, вот оно так работает, Всевышний то же самое дает мне. В общем, всем желаю, чтобы нас записали в книге хорошие, добрые и запечатали, и чтобы записали в книге безграничного добра, безграничного милосердия, беспричинного добра, беспричинного милосердия, чтобы Всевышний выполнял все наши молитвы для нашего добра, даже если мы не заслужили пока, и чтобы мы точно так же относились к другим людям вокруг себя. Все, всем удачи и успехов, всего хорошего. Ладно, там есть мне что добавить, но я завтра расскажу. Все, всем пока.